МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Призвать, предназначить для службы в частях связи. Началась осенняя призывная кампания. Слава Богу, все хорошо. Все хорошо. Набираем вес. В Десногорске родилась первая тройня. В нижнем этаже помещалось хозяйственное управление и квартиры инспектора, гувернеров и других чиновников. Юбилей Царско-сельского лицея отметили в Центральной библиотеке. А теперь об этих и других событиях подробнее. Для иностранцев закрыт Смоленский пункт пограничного пропуска Красная Горка. Проехать здесь теперь могут только граждане России и Беларуси. Остальные иностранцы должны въезжать в Россию через Украину или Прибалтику. В администрации региона за круглым столом состоялось заседание Национального конгресса Смоленской области. В ходе работы обсудили новые идеи и инициативы, обменялись опытом и успехами в совместной работе. Кроме того, участники круглого стола приняли обращение к жителям Смоленщины. 12 октября глава муниципального образования Вячеслав Седунков вручал награды педагогам. Подробности в нашем сюжете. Педагоги Десногорска активно принимают участие в социальных проектах Госкорпорации «Росатом». Уже несколько лет они становятся победителями конкурса «Школа Росатома». Участие в нем не только позволяет улучшить материальное положение образовательных учреждений. Много раз доказываем с вами, что и наши дети, и наши педагоги трудятся высокопрофессионально, готовы ко всем новшествам, осваивают новые технологии. И те мастер-классы, которые показываем мы, и когда мы посещаем города-предсоциативной станции, доказывают, что мы с вами высокопрофессиональны, высококультурны, высокообразованы. И мы достойны говорить сегодня о наших лучших педагогах города Десногорска. Социальный проект «Росатома» носит инновационный характер. Здесь атомная отрасль дала импульс в какой-то степени, и, конечно, развития самой себя, потому что наши с вами дети развивают в себе эти технические навыки и, имея связи, опять же, в рамках атомного взаимодействия с атомными вузами, имеют возможности и получать лучшее техническое образование и, соответственно, работать в лучшей технической отрасли нашей страны. Глава города в торжественной обстановке вручил наиболее активным участникам проекта благодарственные письма от администрации нашего города. Приставы области подвели итоги прошедших девяти месяцев. Более десяти тысяч смолян-должников не смогут выехать из России. Из них более трех с половиной тысяч неплательщиков – это алименщики, долг которых превышает полмиллиона рублей. Специалисты Россельхознадзора запретили ввоз в Россию белорусских продуктов – 20 тонн сливочного масла и 700 килограммов сыра. Продукция следовала в Москву. В ходе контроля выяснилось, что в обоих случаях при перевозке был нарушен температурный режим, предусмотренный для данных видов продукции. Первое заседание призывной комиссии Десногорска состоялось. Какие решения приняты и как проходит осенний набор граждан на военную службу – расскажем в нашем сюжете. На первое заседание было вызвано 18 человек. По решению комиссии, семеро десногорцев в ближайшее время будут призваны на службу. Остальные получили отсрочку на законных основаниях или освобождение от призыва по состоянию здоровья. Первый раз в Десногорске появился призывник, пожелавший проходить гражданскую альтернативную службу по религиозным убеждениям. Члены комиссии рассмотрели его своевременно поданное заявление, заслушали свидетелей и согласно закону разрешили призывнику заменить военную службу альтернативной. Правда, в этом случае срок службы увеличивается до 21 месяца, и место её прохождения станет известно в самый последний момент. От целевого направления, выданного в Смоленске, отказаться уже нельзя. Для остальных новобранцев осеннего призыва стало известно, где они будут проходить срочную службу. Это сухопутные войска, ракетные войска стратегического назначения, войска национальной гвардии и спецназ. Из призыва призыв, как бы такая традиция сложилась, что пускай там 2-3 человека, но у нас всегда проходит службу в Солнечногорске, то есть спецназ Солнечногорска. Они уже друг друга знают, даже передают как бы эстафетку. Одни ушли, другие пришли. И всегда отзывы командиру частей вот этих только положительные стороны. Всего в осеннюю призывную кампанию подлежат вызову на заседание комиссии 82 человека, а отправки в войска 25. В Смоленске начал свою работу четвёртый центральный бизнес-форум «Рывок-2016». Для участия в нём собрались около 600 предпринимателей, в числе которых и зарубежные гости из Республик Латвия и Беларусь. В рамках форума пройдёт пять сессий, одна панельная дискуссия и мастер-класс. ВУЗы объявили правила приёма абитуриентов на 2017 год. Новшество этого года состоит в том, что, определившись с выбором, абитуриент обязан вместе с оригиналом аттестата предоставить ещё и письменное согласие на зачисление, написанное от руки разборчивым почерком. Также к новым условиям поступления можно отнести утверждённый перечень вузовских и отраслевых олимпиад, за победу в которых можно получить дополнительные баллы к ЕГЭ. А теперь хорошая новость для всех десногорцев. У нас в городе появилась первая тройня. Подробнее о первом таком случае в истории нашего города расскажем в следующем сюжете. 8 октября в роддоме областного центра у жительницы Десногорска на свет появилась тройня. А через пять дней родственники, заместитель главы муниципального образования Сергей Тощев и наша съёмочная группа уже встречали новорождённых и их счастливых родителей. Эту теперь уже многодетную семью из Смоленска привезли на машине скорой помощи, которую любезно предоставило руководство медсанчасти 135. Хотим сказать, выразить огромную благодарность за оказанные нам услуги, да, помощь, то, что нас довезли. Спасибо большое. Не меньше других волновался и водитель скорой, ведь именно ему выпала удача вести первую десногорскую тройню. Я очень рад, что сегодня послали именно меня, тем более три новорожденных, маленьких, симпатичных человечка. В Смоленске все тоже были довольны, что именно тройня в Десногорске появилась. Ответственность, конечно, большая, но справились. Родители уже выбрали имена новорождённым – Вячеслав, Артём и Эвелина. Отметим, что это второй, третий и четвёртый ребёнок в семье. Есть ещё старшая девочка. Администрация Десногорска готовит торжественную регистрацию первой тройни, на которой мы также планируем побывать. В Ярцевском районе Смоленской области продолжает действовать карантин после вспышки африканской чумы свиней. На сегодня там пали и уничтожены в целях нераспространения чумы более сотни домашних животных. В настоящее время очагов заболевания больше не выявлено. Смоленские зубры тоже попадут на экраны страны. Начаты съёмки фильма по восстановлению популяции этого животного в России. Работа над ним завершится к началу лета следующего года. Планируется, что картина будет показана на нескольких телеканалах и в региональных кинотеатрах. 19 октября исполняется 205 лет со дня основания уникального учебного заведения России – Императорского царскосельского лицея. Десногорская центральная библиотека не смогла обойти это событие стороной. Подробности смотрите далее. На мероприятие собрались педагоги города и школьники. Программа была очень насыщенной. Ведущие Светлана Головачёва и Ольга Гулинская рассказали о истории создания и развития лицея, сопровождая своё повествование слайдами. Звучала классическая музыка, исполняли песни, читали стихи и, конечно, неотъемлемая часть того времени – бальные танцы. Дети с интересом внимали и впитывали всё, что происходило в этот вечер в стенах библиотеки, погружаясь в атмосферу XVIII века. «Это не только творческое воспитание, не только знание истории, но и благородство. Благородство – это основа нашего Отечества. Это великие имена. Это Пушкин, это Дельвик, это Горчаков и много-много других». Вечер получился очень душевный и по-домашнему уютный. Незабываемая атмосфера века великих имён и героев навсегда сохранится в сердцах и душах детей. В память о 75-летии с начала Великой Отечественной войны Почта России выпустила новую марку, посвященную Ельнинской наступательной операции. Новая марка вышла в почтовое обращение в серии «Путь к победе». На марке изображён барельеф с группой, идущих в атаку солдат и знак гвардии. И это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала – disna.defis.tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова